был молодой человек который спросил а вы будете ее трогать вполне написал вконтакте меня вычислил его простите что волнение желание желание обладания себя держать в руках там была такая модель что когда она зашла в студию нас там было двое с кем и снимали мы такие ой если у вас кровь отливает от головы в другое место то это во первых неудобно во вторых перестаешь соображать с такими вот там губами и с такими вот ресницами периодически же попадаются люди просто идешь по улице чуть не не ржать начали господи ну как ты ты откуда вообще тут скажите и кто-нибудь так нельзя ну что я скажу пошла вон отсюда но я же воспитанный ну я соответственно ее проклял разумеется ты потом приедешь сюда возьмешь дуню какую-нибудь местную и на ней уже будешь тренироваться у женщин этот момент есть то есть если знаешь что ты хороша да пусть они там все удавятся думаю придет визажист придет мой ассистент мы сначала тут все втроем перейдем а потом уже начнем снимать ну чё не знаете как это бывает а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер, проходите к нам, садитесь к нам поближе. У нас сегодня в гостях Илья Варивченко. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Господи, какой-то классик, вот жанр, да, смотри. Во-первых, мы с тобой на «ты», я почему-то это автоматически, значит, на «вы». Во-вторых, здороваюсь, хотя мы с тобой уже, ну, в общем, как бы, будем попроще, ладно. Вот смотри, наш, какая история. Учились мы с тобой в одной школе, я знаю, что ты закончил физфак, поправляй меня, если что, если я не так. Нет, я физик по диплому в «Энергия» заканчивал, инженер-электрофизик там. Да, значит, как бы ты успешный программист. И вот, значит, ну, я знал, что ты увлекаешься фотографией, но последние полгода я так, уже не краем глаза, а стал уже всерьез смотреть за твоей лентой в соцсетях. И еженедельно ты выстреливаешь офигенными, значит, фотосетами в стиле Нил, и, как бы, ну, я уже могу, значит, пытаться назвать тебя полноценным, большим фотографом в этом жанре. Потому что, ты говоришь, это мое увлечение. Раз уж ты меня, да, программистом опозвал, я ничего не программирую. Ну, я айтишник, мы там строим облака, мы немножко не программируем, но это не то, что вот есть у нас программист в конторе, который сидит и программирует. Вот, это не я. Но там есть очень хорошая была шутка про бесплатное программное обеспечение, что оно, как секс, оно хорошо тогда, когда оно бесплатное, а не когда за деньги. Поэтому люди, которые за деньги вынуждены каждый день ходить и продавать свой талант, как бы, за денежные знаки, в конце концов, ну, и выгорание есть. Чем хорошо? Я не хочу, я не пойду. А им надо идти на работу. Ну, результат, вот, бывает от этого плохи, может, очень сильно. Ну, мне так кажется, я не знаю, это их надо спрашивать. Так. Вот, а когда это не обязаловка, когда это удовольствие, пошли, поснимали, все хорошо, всем понравилось, разошлись, сам процесс тоже заряжает. И вообще, я не только не снимаю, зачем это так. То есть, ты хочешь сказать, что для тебя это продолжает оставаться неким хобби? Безусловно, это не то, что продолжает, это хобби и есть. Ну, вот некоторые там на рыбалку ездят, кто-то водку пьет. Вот, у меня вот это вот, ну, оно такое достаточно затратное, но заряжает хорошо. А когда это все началось? Вообще с фотографии у тебя? Ты же застал эту эпоху наверняка бумажные фотографии. Все застал. Да, вот эти все. В темной комнате, где-то класса, наверное, седьмого. Первые фотки, которые у меня сохранились, и я негативы тут недавно сканировал, там на них написано седьмой класс. Мы ездили на турслет куда-то там, я что-то там начал, мне мамину смену отдали, я фотографировал довольно долго. Потом был перерыв, когда тут были 90-е годы, на улицу стреляли. Мы ели один мешок с макаронами целый год, мешок кончился, кончились 90-е, и дальше опять вот это все вернулось. Был большой перерыв, но когда этот перерыв кончился, я уже на цифру стал снимать. Потому что, ну, во-первых, это удобно, во-вторых, это уже стало доступно. Нет у тебя такой этой великорусской тоски по плёночной фотографии, как все это? Ну вот как же так-то? Очень часто сейчас использование плёнки заменяет отсутствие способностей вообще. То есть, если мы на плёнку шарахнем, то уже будет хорошо. Отчасти в этом есть определённый смысл, потому что эта плёнка, она проектировалась людьми, которые понимали в эстетике. Это не просто там взяли химию, надерживали что-то там в ведре и полили этого морсю. Нет, люди специально, целенаправленно шли к тому, чтобы чувствительность этих слоёв, этой плёнки отбалансировать таким образом, чтобы определённые оттенки, вот кодек 64, например, у него тёплые оттенки, на них смотришь и радуешься. Всё время кажется, что ты на пляж пришёл, хотя это может быть что угодно. Там кодек портра, там совершенно другое, там у Фуджи в зелёную там гамму где-то местами. Над этим люди работали. Сейчас ты купил эту плёнку, отдал денег, и вот уже какой-то такой вот пресет у тебя уже в бит, над которым бились лучшие умы. И вот ты уже можешь каким-то образом позаимствовать у людей, не понимая, что ты делаешь, в принципе. Выбрал удачную плёнку под нужный сюжет, и вот уже всё хорошо. Кто это делает осознанно, ну такие люди есть. Есть же вообще люди, которые поливают в колоде и вот тот же Романов, там священодействие какое, да? Вот это другое. А просто вот эту плёнку... Ну сейчас и пластинок много покупают, но тоже приятно. Взял, да, поставил, захрустел, заиграло. У тебя так же хрустело играло 30 лет назад. Ты рассказал эту тему, что с плёнкой некоторым снимать как бы даже получается удобнее, потому что там заложены какие-то вот эти шаблоны. А я-то думал, что наоборот, как бы вот эта смена этой ментальности с приходом цифровой фотографии, когда, в принципе, ну ты поставил кадр и можешь там тысячу кадров сделать, поливать, и там уже из него-то что-то выбрать, это как бы поменяло именно отношение к очень выверенной... То есть построению композиции единичного кадра, да? Ну это да, сейчас нажатие на кнопку ничего не стоит, вообще ничего. С другой стороны, проблема, вот была тут замечательная съёмка в выходные, я привёз 500 кадров, это чудовищно. Их отобрать хотя бы, ну это большой труд. Опять же, вот снимаешь кого-то, я иногда людей за деньги снимаю, да, говоришь, вот этим 10 фотографий сделаю. Окей, хорошо. И ты задаёшь следующий вопрос, кто будет выбирать? Я всегда считаю, что то, что я выберу, это тоже моя работа, выбрать, и это мой взгляд в том числе и отобрать. А некоторые люди, которые считают, я деньги платил, и я буду, ну, давай. Кто поумнее, говорят, it's up to you. Вот как ты считаешь, нужно отдать мне свои 10 фоток, какие ты выбрал, остальные видеть не хочу. У меня такой подход как ближе. Вот, но отобрать из 510, это ой-ой-ой. С другой стороны, понимаешь, что 36 кадров есть, да, ты можешь очень ценить каждый раз, выстраивать что-то, а может, получится технический брак. Она моргнула, а ты об этом даже не узнаешь. Что ты будешь делать? Ой. Поэтому при всех плюсах я сейчас уже для себя не вижу смысла этим заниматься. А вот эти ой-ой, потом, скажем так, вот в этих приложениях, типа вот там фотошопа, когда, в принципе, уже, наверное, можно сделать там всё, там мёртвому глаза открыть и не думать. Ой, сейчас вообще страшно с искусственным интеллектом, который ты уже засунули. Да, ты можешь фотографировать девушку, потом взять границы кадра, раздвинуть и сказать, что там должны быть джунгли. И там вот такими пальмами всё засадят, и хрен лечишь. Но это уже не фотография, это что-то другое. С ума сходить не надо, должен быть какой-то всё-таки предел. Дело в том, что на всех этапах развития фотографии вот это всё было всегда. И существует картинка, которую много всем показывают. Это негатив с пометками Ричарда, по-моему, Авиден. Могу ошибаться, меня поправьте, кто там лучше знает историю. Где 20 разных зон для печати написано. Вот здесь сделать потемнее, здесь посветлее. Вот здесь это убрать, вот тут затушевать, здесь размыть, а здесь почётче сделать. А чем это отличается от фотошопа, кроме инструментов? То есть там они при печати крутили, а здесь ты пером работаешь. Насколько ты вклиниваешься в оригинал от Келесходник? Ой, я стараюсь. Во-первых, я ленивая тварь, я стараюсь как можно меньше вообще чего бы то ни было делать во всём, что меня касается. В том числе и тут, и снять лучше нормально сразу. Нормально отвезти красивую девушку к визажисту, красиво её нарисовать. Буквально вчера, даже сегодня утром, мне написали очередной, простите, идиотический комментарий. Зачем столько фотошопа на модели? Ну, во-первых, там была такая модель, что когда она зашла в студию, у нас там было двое, с кем мы снимали, мы такие... Ой, ну, бывает вот такое, бывает совершенно сейчас, бывает такая идеальная кожа, бывает редко. Да, в этом смысле, ой, бывает в ту и другую сторону. Там было ой, в нужную сторону. Вот она такая. Мы так постояли, говорю, ну что, ну проходи там, ты настоящая, ну да, иди сюда. И дальше мы работали. И когда уже результаты отсматриваешь, ну там, во-первых, можно каждую фотку выставлять, но этого никто делать не будет, это ненормально. Править там ничего не надо, она реально такая. И вот мне сегодня утром пишут, слишком много фотошопа, все же ведь эксперты. Причем так, с ленинским прищуром, да, многовато. У меня сразу вопрос, прежде чем писать такой идиотический комментарий. Вы бы нам написали, а сколько его должно быть, а как мы его будем мерить, чтобы вы успокоились и пошли дальше, если вам что-то не нравится. Так с людьми вроде не принято разговаривать, в лучшем случае просто это удалить, сказать, вступай с Богом, все. Вообще, в последнее время какой-то шквал нездоровой критики, ну, во-первых, я связываю с тем, что осень. Я почитываю тебя, да. Это тоже интересный жанр. Весна еще хуже. Да, потому что людям хочется на каком-то вызверице. С другой стороны, может, потому что цепляет, я не знаю. Да, ведь не прошли же мимо. Меня не волнует, что они пишут. Я просто вцепился в микрофон. Меня волнует то, что девочки, которые это смотрят, они существуют ранимые, могут по-другому. Я вот с этой точки зрения. Если бы я точно знал, что они бы этого не видели, я бы еще и бы ответил комментаторам таким образом, чтобы они потом больше сюда не ходили. Ты помнишь свою первую нью-съемку? Ну, или условно нью-съемку? Ну, помню, да. Может, наверняка она была не целиком обнаженка. Ну, смеяться, помню, была целиком. Да, была. Ну, пришла девушка, которая знала, что хочет. Нам повезло, она целенаправленно на это пришла. Вот эти все идиотские истории. Давайте кого-нибудь в процессе разведем там. Да, как раздеть девушку надо. 50 граммов накапаем. Вот не надо заниматься ерундой. Ничего хорошего не будет, это сразу хочу сказать. И нам повезло. Первый раз пришел человек, который знает, что хочет. Пришел человек, у которого все хорошо. Потому что бывает, что люди хотят на нее съемку, а ты на нее смотришь и думаешь, ну, я не смогу это сделать. Хорошо. Можно я пойду на диване полежу, а вы там пойдете в другую сторону? Вот. А отказывать очень сложно. На самом деле это портит карму. Я стараюсь как-то избегать. Но тем не менее. Повезло. Первый опыт был удачный. А первый опыт был удачный. А дальше понеслась. Ну, вот как-то так. Вот понятие красоты. Это же как бы вкусовщина? Абсолютно. Или нет? Абсолютно. Ну, просто говорят же, например, есть некая икона стиля или талон красоты каждой эпохи. То есть он меняется. Безусловно. Ну, вообще, у меня есть универсальная цитата. Я ее всем говорю. Я тебе скажу, я пришел сюда, чтобы ее еще раз сообщить. Это у Пелевина про красоту. Знаешь, да? Я, по-моему, говорил, что красота – это не свойство женщины. Просто в определенный момент ее жизни, она ее отражает так, как окна домов отражают солнце, которое встает сзади нас. И красота не увядает. Просто солнце ушло дальше, и оно отражается в окнах других домов. Все. Вот это абсолютно объясняет, эта аналогия объясняет все. Включая, например, любую аналогию же можно брать и начинать ее крутить сразу в сторон. Можем крутить дальше. И есть люди, которые в течение жизни… Я вот снимаю по 13-14 лет уже одних и тех же, допустим, девочек. Потом выкладываешь и спрашу, у тебя сколько? Ты что, спишь в холодильнике? Ну, вот бывает такое. Понимаешь, если продолжать эту аналогию, ты ведь сам понимаешь, что ты можешь где-то присесть, можешь как-то наклониться, и солнце будет все еще отложаться в том окне, к которому ты привык, чтобы оно отражалось. Это уже зависит от тебя. А может, интересные изменения? Это работает. Под разным углом где-то подпрыгнуть, где-то чего-то, а не то, что я шел вдоль улицы и тупо пялился. Тут твоя работа вот как раз и появляется. А есть какая-то зависимость? Вот, ну, то есть красота, она связана с некой безупречностью торсов, что ли? То есть, ну, какой-то стадии молодости, кожи, как ты говоришь, вот там… Ой, это технический вопрос. Это просто вопрос, сколько времени уйдет, чтобы сделать хорошо. А по поводу красоты как таковой, есть еще такая концепция у японцев в аби-саби. Это мировоззренческая концепция, которая предполагает, во-первых, то, что все несовершенно, что все не закончено и что все не будет продолжаться вечно. Если вот как бы надо этим подумать, вот я голосую за все три. Каждый раз, когда ты смотришь, вот думаешь, вот именно в этот момент, именно сейчас вот оно. Даже вот если на видео записать, как у нас съемка идет, я снимаю, 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 потом вдруг ору, замри. И я это увидел, вот мне солнце отразилось в глаз, вот я три кадра взял, все, отдыхай. Мы это сняли. Десять минут все отдыхают там, допустим. Потом опять мы начинаем искать вот этот угол, где-то что-то, кто-то повернулся, кто-то взглянул, ас, и все. И этого можно добиваться по-разному. Вот та съемка первая, не у которой была, там девушка была, она пришла, да, она пришла раскрепощенная, но был момент, когда что-то начало морозиться, и у меня возникла идея, как ее пугануть. Я взял бутылку и бросил в угол. Она там разбилась. И она такая повернулась в этот момент, и в этот момент там самый лучший кадр получился, мы ее сняли. Офигеть, в туалет. Ну, я же ей в голову запустил, в конце концов, да? Вот, то есть надо искать какие-то такие вещи. Поэтому я вот разговариваю тоже с моделями. Хорошие модели, они особенно как бы из Москвы, которые приезжают, они же с кем только не работали. У всех манера разная. Некоторые вот просто говорят, ну что, ну поверни, ну, это скучно. Я говорю, я не знаю, что делать. То есть я знаю, что делать, я не знаю, что он хочет. Вот у нас как-то это все поживее проходит. Хотя я, в принципе, ну, постоянно ору, и так, возможно, это как-то со стороны выглядит не очень хорошо. Ну, в принципе, по итогам все довольны. Я у тебя не видел женщин, скажем так, бальзаковского возраста. Слушай, ну вот тебе пример. Я тебе могу присылать, показать. У меня визажист была совершенно замечательная, с которой мы делали первую мою выставку, Маша. Она из многодетной семьи, вообще из родников. Их там 5 или 6 человек. И она мне однажды приходит, говорит, а ты мог мою маму сфотографировать? Ну, я так напрягся. Ну, думаю, сейчас предстоит субботник. Как у ментов субботник, вот у нас тоже бывает субботник. Есть такое слово «надо». Да, да. Я такой, ну, приводи. Приходит женщина, она тогда была моя ровесницей, а у меня там было 30 с чем-то. Женщина, так, за 50. Я увидел, думаю, да не хера себе. Мама, это точно, мама? Говорит, да. И не то, что она так выглядит, как вот эта... А, просто красивая. Вот в своей там 50 с чем-то лет. Обалдеть, я тебе просто покажу. Я тогда снял, говорю, Маш, ну, предупреждать надо тоже. Ну, что, как? А я пришел, так, это, знаешь, на полчаса, думаю, сейчас мы тарабаним. Ну, что я, да. Я поставлю? Да, да, ей хорошо. Я вроде тоже отметился, и мы разойдемся. А в результате это вылилось то, что я ее там везде выложил потом и так далее, и так далее. Женщина 5 человек или 6 воспитала там в одно лицо. Нет, нет, это был портрет. Хватит уже, я портреты снимаю. Я знаю, что ты снимаешь портреты. Перестаньте уже вот это все. У тебя с твоими айтишными мозгами, а это принято считать, что это как бы точные науки. Это больше как бы техничность и ремесло, или этого позволяет и поэзия? Слушай, тут технические как бы навыки экономят время просто при обработке и так далее. Мне не надо объяснять, что угол падения равен углу отражения, да, когда я свет выставляю. Это просто те технические моменты, я знаю одного, например, человека, который очень хорошо снимает, но технически он вообще никакой. И у него из-за этого пропадают кадры ценные. Мы вот тут снимали, он говорит, слушай, а что ты у меня фигня? Я говорю, смотри, вот у тебя среднеформатная камера за миллион, у тебя выдержки длинные, у тебя просто это размывается. Давай поставим на штатив, давай. Вот такие человек не от этого, зато он видит красоту, вот он видит. Но вот этого не хватает. Я, по крайней мере, могу срезать угол где-то, я могу сэкономить. Я знаю, что вот это, когда бывает, знаешь, когда смотришь, говоришь, ребят, у вас сегодня ничего не выйдет. Идешь, есть у нас такой магазин в твоем доме с торца. Вот сейчас там, наконец-то, студия красота до этого, там сколько магазина сменялось. И вот идут, они, идешь, они вешают вывески, как вы сказали, да вы ее сильно-то не приколачивайте, ее потом будете снимать, увозить мебель. И вот так и тут, когда видишь, ну у вас же ничего не выйдет, ну прекратите вы это все. То есть на этом можно сэкономить. Все-таки фотография, есть там здоровье, такой технический кусок. Потому что если вы сделаете замечательный какой-то снимок, там будет не резко, не темно и плохо видно предмет. И если это не ваш замысел, а вы хотели, чтобы было хорошо, резко и было видно, а вы не смогли, то это пойдет в помойку. Хотя бы на этом можно сэкономить. А наоборот бывает, когда технически прямо совершенный снимок, а так скучно. Сейчас таких очень много развелось. Когда смотришь, люди ходят на мастер-классы. Вот есть Виноградов, отлично снимает. Но потом есть куча клонов Виноградов, которые сходят, он, видимо, умеет объяснить. То есть человек может дать. Очень часто, вот я на некоторых мастер-классах поначалу тоже ходил, я прекрасно вижу, что этот мастер-класс нужен для того, чтобы человек, ну, кроме как заработать денег, которые он устроил, он отправит людей по ложному следу. Я вижу, я просто вижу, что ты их вот на болото отправляешь, а сам ты делаешь не так. Ну, я же не буду говорить, слышь, ты что, людям мозги засоряешь, да? В Виноградов, видимо, все делает честный, поэтому у него есть честные клоны. А зачем мне клоны? Я захочу, я посмотрю Виноградов. Вот, и таких много, я не буду этих людей рекламировать. Тут я рекламирую как бы в позитивном ключе, да? А можно рекламируть негативно. Таких очень много развелось. Причем сейчас как? Человек полгода поснимал, у него там 2-3 фотографии какие-то нормальные получились, и сразу начинается. Чуть ли не выпуск книги «Житие мое». Я сейчас вот творческую встречу устрою, по 300 рублей на печеньки вы мне скинетесь, я вам расскажу, как я, значит, свой творческий путь. Самого уволили из столовой за котлеты полгода назад. То есть, ну, вот, такого много, на самом деле. Может быть такая история, что ты идешь по улице, и ты видишь очень красивое лицо и все остальное. И ты находишь в себе какой-то ресурс, не знаю, смелости или там ограниченности с нахальством, что может подойти и, в принципе, предложить девушке фотосет. Это рабочая история? Начнем с того, чтобы оценить все остальное, это надо на пляже сидеть. А очень часто человек приходит, и ты не знаешь, насколько все хорошо. И это бывает иногда очень приятно. Удивляет. Сюрпризы бывают в другую сторону. Да, да. Сюрпризы в обратную сторону были очень редко. Я очень тщательно стараюсь выбирать до того момента, когда я пойду на контакт. Потому что после этого уже какие-то обязательства возникают. До того, как я не высунулся из этого окопа, мне в голову точно ничего не прилетит. У нас буквально пару раз была история, когда я посмотрел, девочка хорошая. А девочка, я так понимаю, это были вообще не ее фотографии. Кто-то в наглую, она приходит. Ну, что я скажу, пошла вон отсюда. Ну, я же воспитанный. Я говорю, постой, я сейчас вышел на улицу, березку обнял, подышал. Вернулся, думаю, это вызов. И сделал все-таки три фотографии, сделал нормальные. На это ушло два часа. Она ушла счастливая, наверное, так и не поняла даже, в чем дело было. А я пошел спать и думаю, господи, спасибо, что это так редко бывает. Очень тщательно стараюсь в такой не вляпаться. И есть неадекватные люди, которые считают, что можно даже буквально чужие фотографии ссунуть. Ну, куда он денется, он уже приехал. Поэтому аккуратненько надо. Соответственно, и подойти на улицу. Ну, что она мне сделает, выстрелит в голову? Нет, нет. Нет, пошел. Как в том анекдоте под поручика жесткого? Ну, говорит, по-всякому бывает. Но если ты не попробуешь, то точно ничего не получится. А тут, возможно, варианты. Почему бы и не попробовать, на самом деле. Ну, вот если процентаж согласия и... А я теперь очень аккуратно, еще раз говорю, выбираю. И с ростом как бы опыта ты начинаешь приставать к тем, кто, скорее всего, отзовется. То есть, меньше расход боеприпасов и, точнее, попадание. Вот вся разница. С другой стороны, раньше менее нагло и меньше приставал вообще. То есть, ну, тут баланс какой-то есть. Не часто. Не часто вообще человека встретишь, чтобы вот прям так на улице. Ой. Очень часто же бывает, что человек, ну, как, на работу работает, ходит, где-то там стараются. Люди стараются. Ну, зачем привлекать к себе лишнее внимание? Если, конечно, с такими вот там губами, с такими вот ресницами. Периодически же попадаются люди. Просто идешь по улице, чуть не ржать начаешь. Господи, ну, как ты? Ты откуда вообще? Скажите ей кто-нибудь, что так нельзя. Ну, вот такое попадается. А вот, что человек очень красивый, он старается сильно не отсвечивать. Да, согласен. Если ты его увидел, допустим, в какой-то еще среде, там, магазин зашел, она на кассе сидит, и там целый день ходишь, она там целый день сидит. Ты можешь прийти вечером посмотреть, посмотреть, присмотреться. А когда она просто дорогу мимо переходила, и ты начнешь ей приставать, в принципе, можно тебе и в голову выстрелить, и она будет права. То есть тут варианты раз. Улица, она большая, и полна неожиданностей. Соответственно, и выбирать место тоже надо. И на улице приставать можно не везде. На переходе приставать не нужно. Мне так кажется. Не было таких историй, что девушка сначала как бы решалась на такое, а потом понимала, что этот сет она никак не может никуда выложить, и вообще лучше все это сжечь вместе с фотографами и студией. Но я, к сожалению, такие истории есть. Я все просто выбрасывал в реку, не скажу, в каком месте. Там все затонет. Да. И зачем людям жизнь упорчить, в конце концов? Кому это надо? Что потом тебя там ненавидят? Были такие? Ой, я вышел замуж. У меня там муж восточный человек. Они этого не понимают. Убери все. Ну, я, соответственно, ее проклял, разумеется, потому что, ну, надо понимать, что там моего труда было не меньше как минимума времени потраченного и так далее. Тут душ вкладывал и все это делал. А вот я вот тут теперь замуж вышла. Ну, окей. Ее проклинаешь, выкидываешь отовсюду вообще, чтобы ее вообще не было. И убираешься. Ну, живи дальше. В чем проблема? Если ты считаешь, что так можно себя вести, ну, веди. Как мы можем кому-то запретить? Это не противозаконно. Ну, да. А телы к тебе приходили? Ой, были разные. Был молодой человек, который спросил, а вы будете ее трогать? Он мне написал ВКонтакте, он меня вычислил. Я говорю, простите, что? А я просто девушку позвал на пробу. Обычно мы начинаем, делаем просто пробу. Мы портретики снимаем, хоть что-то, то, что называется. Просто посмотрите. Я говорю, вы посмотрите на меня, может, я сильно противный, это мне плохо пахнет. Я посмотрю на вас. Вечером я на компьютере вот это открою и скажу, в какое место вам качелю попали в три года. Ну, родители, будьте внимательны, потому что нам потом это все шопит. Ну, вот это вот все. И дальше мы же решаем, работаете или нет. Тут девушку позвали на 30-минутный тест. За 30 минут у нее было 42 пропущенных звонка, чтобы ты понимал. 42 за 30 минут буквально. Или за 40. Так-то и хочется сказать, господи, какие высокие люди отношения. Потом мне этот мальчик перед этим спрашивал, будете ее трогать. Я говорю, думаю, придет визажист, придет мой ассистент. Мы сначала тут все втроем переберемся, а потом уже начнем снимать. Ну, что, не знаете, как это бывает. Ну, ладно. Ну, потом мой следующий был вопрос. А вы, барышня, кто? Вы муж, опекун, отец, старший брат. Вы кто вообще? Я ее молодой человек. Я говорю, нет такого понятия. Статус-статус. Я пойду по базару и куплю что-нибудь другое, а вы со своими помидорами тут стоите. Субтитры подогнал «Симон» Был молодой человек, который спросил, а вы будете ее трогать? Он мне написал ВКонтакте, он меня вычислил. Я говорю, простите, что? Волнение, желание, желание обладания. Надо себя держать в руках. Там была такая модель, что когда она зашла в студию, нас там было двое, с кем мы снимали, мы такие... Ой, если у вас кровь отливает от головы в другое место, то это, во-первых, неудобно, а во-вторых, ну, перестаешь соображать. С такими вот там губами, с такими вот ресницами периодически же попадаются люди. Просто идешь по улице, чуть не ржать начаешь. Господи, ну как ты? Ты откуда вообще? Скажите ей кто-нибудь, что так нельзя. Ну, что я скажу? Пошла вон отсюда. Ну, я же воспитанный. Ну, я, соответственно, ее проклял, разумеется. Ты потом приедешь сюда, возьмешь дуню какую-нибудь местную, и на ней уже будешь тренироваться. У женщин этот момент есть. То есть, если ты знаешь, что ты хороша, да, пусть они там все удавятся от зависти. Думаю, придет визажист, придет мой ассистент, мы сначала тут все втроем переберемся, а потом уже начнем снимать. Ну, вы что, не знаете, как это бывает? Ну, ладно. Главный вопрос, который меня просили тебе задать, многие, когда знаешь, что ты придешь, да, это как обстоит дело, вот, то есть, ты мужчина, это женщина, вся вот эта лебедиозная тема, волнение, желание, желание обладания. Надо себя держать в руках. Я понимаю, ну, как бы это все, или ты у тебя врачебная... Ну, ты к докторам приходишь, они же не все пытаются тобой обладать. Да, да, да. Надо отключать это каким-то образом, потому что иначе вы ничего не снимете. Если у вас кровь отливает от головы в другое место, то это, во-первых, неудобно, а во-вторых, ну, перестаешь соображать. Надо, если ты чувствуешь, что вот это... Сознанием дела, сказал. Надо сворачиваться, и как-то это, да. Ну, иначе ничего хорошего нет. Нельзя вообще смешивать. Все эти девичьи фантазии, про то, как эти фотосессии проходят, они настолько ничего общего не имеют с реальностью, что те, кто это снимают, все, когда собираются пить пиво, ржут. Это у нас просто анекдот ходячий. Что, ах, девушки, вот вы себе тут выдумывали. А в результате, как в том анекдоте, когда девочку позвали мужики в баню, она потом рассказывает, ну, и как? Да в результате всю ночь парились. Вот так и живем. Но состояние некой влюбленности в модель, оно возможно или вообще стилирует? Обязательно, чтобы была нормальная картинка получилась. Обязательно, только надо уметь это выключать. Вот закончили, все. Наделась, пошла, молодец, хорошо, спасибо. До следующего раза. Вот это можно научиться, судя по всему. То есть в момент, вообще это не про него, это про любую фотографию. В этот момент, когда ты снимаешь, ты должен быть, ну, ты не можешь равнодушно. Можно снимать, наверное, насекомых, которые там ползают. Есть же люди, которые профессионалы. У меня есть коллега на работе, который снимает жуков. Вы бы видели этих жуков. Но я не думаю, что у него к ним какое-то особое отношение. Но он просто любит природу. Вот он, рыбки, жуки. Если ты будешь так снимать человека, есть замечательный, без дураков, лучший у нас предметный фотограф в стране Сахаров, который людей снимает как предметку. Там идеально выстроенный свет. Там просто, просто, ой. Ну, как предметку он их снимает? Вот как бы он снимал бутылку коньяка дорогого, которую ему заказывают снимать. Он так снимает людей. Это предметная съемка человека. Это не портрет вообще. Есть такие, да? Прикольно. Вот посмотри. А в плане техническом он просто безупречен. Он красавец конченый. Но когда людей, ты просто смотришь, ну, вот хорошо сняли, как вот наозоразбрасыватель бы ему привезли, помыли его, поставили, осветили. Вот так же вместо наозоразбрасывателя пришел человек, его поставили, осветили и сняли. То есть эмоций никаких, но красиво. Вот по поводу красиво. Вот эта формула – красиво снять или снять красивое? То есть увидеть красоту? Красиво снять, конечно. Снять красиво и любой дурак может. Если взять красиво... Ну, не любой дурак, кстати. Ну, не любой. Но у меня есть такой комплимент, который я всем говорил, он уже, наверное, всем надоел, что есть девушки, которых трудно плохо снять. Ну, трудно. Вот есть такие, это уже надо облажаться прямо во всем. Есть профессиональные модели, которые просто не встанут в такой ракурс, который у них невыгодный. И почему я, собственно, всегда говорю, как мне научиться снимать людей? Я говорю, вот не потрать 10 тысяч, найми нормальную девушку, съезди в Москву, потрать 2 часа, она за тебя сама все сделает. Это вот как в других, так сказать, областях деятельности. Быстренько-быстренько, сама-сама, и там будет все нормально. А там кнопочку понажимаешь, ты посмотришь, как надо, и ты потом приедешь сюда, возьмешь Дуню какую-нибудь местную, и на ней уже будешь тренироваться. Хорошо, если есть на ком. Хотя, вон, и есть паблики, где там на халяву желающих полно. Можно пойти туда? К тебе ходят вот так, типа, снимите, снимите меня, или я хочу? А ты такой... Чаще бывает, что человека снимешь, а он говорит, а я 10 лет мечтал к тебе попасть. Дунюши, господи, что ты молчал-то? Где же ты была-то? Такое вот бывает. А так... Да я скромный вообще, ко мне особо так никто и не лезет. Вот если не модели, то есть там коммерческая тема, то зачем девушки вообще это делают? Зачем они идут на такие сеты? Ну, я разговаривал с теми, кто вот прям вот этим живет. Вот недавно Иру снимал, тебе еще вот она из Москвы приезжала. Это такая вот, которую все пытались покормить. Это вот два самых тупых комментария, если кто не знал. Слишком много фотошопа. Мы уже это обсудили, да? Покорми модель. По-хорошему, за это надо банить вот сразу, потому что, ну, вас вот забыли спросить. На что мой коллега очень хорошо ответил, что вы едите. То же, что и вы, но на два ведра меньше. Вот. Она на два ведра меньше вас ест, поэтому она такая. Вот. Я ее спросил тоже, а как она к этому пришла? Говорит, а как психотерапию мне посоветовали? Знаешь, говорит, как помогло. Вот это интересная тема. Да. Знаешь, говорит, как помогло. То есть она была такая вот какая-то, у нее была куча комплексов. Один раз ее в это сводили, у нее там был какой-то, я не знаю, там катарсис или что-то такое. Теперь она настолько вменяемая и настолько в себе уверенная, что прям охи. Прямо смотришь. И еще момент. Вот по-настоящему крутые модели, вот все, с кем я работал, они очень простые, как бы общение. И вот это вот, я звезда, вот это вот нет ни у кого вообще. А вот кто я звезда, та шла бы подальше. Вот реально, то есть люди готовы, не знаю, то есть были предложения, типа, да я готова переночевать в студию, он у вас на диване видел вот этот диван. И говорит, да что, так нельзя, давайте, как-то куда-нибудь поселим. Да нормально, говорит, ну, работе же будем, все, понимаешь? Вот. И у меня тоже коллега, вот рассказывал, он тоже в моей студию привел барышню, который посмотрел, сказал, фи, я здесь сниматься не буду. Ну, он молодец, он сказал, ну, пошла вон. Это единственный правильный ответ в данной ситуации. Поэтому, кто настоящий, ну, это вообще касается любой области деятельности, по-настоящему крутые люди, они, кто в чем-то, вот молодец большой, да, они все, как правило, простые в общении, им, во-первых, ничего доказывать не надо, во-вторых, им тупо некогда, ну, чего надо быть, это чуть-чуть, все все понимают, да, вот, а кто пытается себя что-то изобразить, вот, с теми явно будут проблемы, и если есть возможность как-то от этого уйти, лучше сразу уходить. вот так, ну, а если нет, приходится, вот как, вот, мой коллега сказал, пошла вон, я говорю, жму руку, жалко, меня там не было, я бы еще и нападал, вот, на самом деле, звезда пришла, хотя там достаточно унылая у нас там обстановка, потому что там есть все, что мне нужно, там есть фон, свет, какие-то там, мне нужны причиндалы, и сундук, на который я могу посадить, и тряпок там пара, и мы в этих условиях все, что нам надо с ними, с ними, а все, большинство наших студий, где дорого-богато, где какие-то диваны, олени, какие-то там на Новый год елки, вот эти вот, что вы там хорошо видели? А это для тебя вообще коммерческая история, когда модели приезжают, фотографируются, или что это? Это история, если она выходит на самоокупаемость, то хорошо, других каких-то целей, ну, я говорю всем, мы не голодаем, мы зарабатываем в другом месте, поэтому, ну, человек должен приехать, человек должен здесь переночевать, ну, в идеале, да, человек тут должен отработать и уехать назад, его надо накормить, напоить, вот мы как бы устраиваем мероприятие, где девушка спрашивает, сколько тебе нужно за то, что ты приехал, есть, которые приезжают ко мне бесплатно, они приезжают ко мне, а если я их хочу кому-то показать, извините, это уже работа, то есть, вот это надо различать, часто бывает так, что они приезжают, мы делаем какую-то съемку, тут совместно, а потом идем сниматься, ко мне уже творчеством заниматься, и я на этом ни копейки не зарабатывал, мне вот в ноль сошлись, все, значит мероприятие состоится, грубо говоря, если не сошлись, ну спонсорами я тоже не буду, зачем мне людей развлекать за свой счет, а потом... А они это потом как-то коммерчески используют, вот эти вот вещи, ну ты же представляешь себе, как дальнейшую судьбу? Ну, по-разному, мы договариваемся, если у нас съемка ТФП, когда время тратим просто друг друга, да, то, естественно, все, кто участвовал, визажист, обязательно, модель и фотограф, они могут с этими фотографиями делать что угодно, если это такая съемка, то она потом может их продать куда угодно, у нас разные были истории, когда они это успешно продавали, я говорю, ну отлично, когда я это успешно продавал, еще лучше, вот, это нормально, ну, об этом надо на берегу договариваться, то есть вот сейчас мы это делаем, и дальше каждый делать с этим ничего хочет, ну да, все, и всем хорошо, ну, по возможности без этого у меня муж спустился с горы, и поэтому теперь нет, если вот за исключением вот этого, все должно быть хорошо, или там он выплыл откуда-то, я не хочу никого обидеть, тут собственники-то бывают в любом, совершенно, в социуме, да, вот, и бывают съемки, когда конкретно есть задача, есть бюджет, у нас очень любят всякие, давайте снимем какую-нибудь там рекламу, какого-нибудь там, прости господи, шиномонтажки, я всегда пытаюсь объяснить, вы, я говорю, на календаре Пирелли много видели покрышек? Вот много? Я ни одной не видел, а знаете почему? Календарь Пирелли есть, а вот вашего ничего нет, потому что в календаре Пирелли от Пирелли только имя, деньги, вот это вот все, и этого достаточно, а снимать они дают человеку деньги, это как самое лучшее техзадание было, я не помню, кто-то там снимал, для Роллинг Стонс, по-моему, они ему позвонили, сказали, сделай нам крутую обложку для альбома, скажешь, сколько денег, мы тебе потом перечислим, вот это идеальный вариант, все, вот если по такой схеме работать, гораздо лучше получается. Вот если модели, они примерно представляют себе, как себя вести на съемке, как ты работаешь с непрофессионалами, потому что там бывают такие замысловатые позы, руки, ну, во-первых, нужно объяснять, уметь объяснить, что ты хочешь, потому что трогать не надо никого руками, ты, я и не любитель, я сами люблю, когда меня трогают и лезут ко мне, как бы слишком близко, хотя мне тут один тоже товарищ, который, в принципе, играл, а чего ты так все снимаешь на длинном фокусе, надо ближе лезть в модели, нарушать юричное пространство, я не хочу, ну, для нее же это как там, я говорю, не знаю, чего это для нее, но я не хочу, не буду, все, а вот, соответственно, очень осторожно, ты понимаешь, что в любой момент можно вообще все это поломать, атмосферу, да, объясняешь, что тебе надо, крайне редко, я говорю, можно я вот тебе волосы поправлю, руки я помыл, я всем так говорю, потому что, ну, мало демонстративных, помоющих перед этим, потому что, я не знаю, люди разные бывают, у нее АКР, у нее сейчас пена изо рта пойдет, такие случаи тоже могут быть, вот, аккуратненько, 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 опять же, надо сразу договориться на берегу, чем мы собираемся заниматься, какими картинки снимаем, вам показывать референсы, мы собираем какое-то количество картинок, там, то, что сейчас модно называют мудборд, да, вот эта вот картиночка, на которой натырый на идеи с других, говорю, будем снимать примерно это, и все же примерно на это настроились, пытаться скопировать, совершенно считаю, нормально, потому что вы все равно не скопируете, у вас все равно будет через все это будет проступать вы, ну, конечно, поэтому вы можете смело, прямо пытаться, даже вот грубо пытаться содрать, вы не сдерете. По поводу табуированности вообще вот обнаженного тела, ну, то есть, вот есть какие-то, так завелось, да, что есть какие-то участки тела, которые, ну, принято считать запретными, да, какими-то особенными, вообще, как у тебя отношение к свободе обнаженного тела? Ну, я считаю, что если человек, все нормально, в том числе, и с головой, то почему нет? Есть тоже одна умная женщина, правильно сказала, было бы, вот глядя на одну из таких фотографий, было бы у меня такое тело, я бы на гишон по городу ходил, пусть они все завидуют. У женщин этот момент есть. То есть, если ты знаешь, что ты хороша, да пусть они там все удавятся от завистия. Ну, есть вот это вот. Мужиков меньше выражено. Я когда вижу хорошо прокачанных, я думаю, ну, молодец, сколько он в спортзале времени потратил. А у них вот, там же, в принципе, может быть, пятерка папи с мамой. Часто спрашиваешь, ты чем занимаешься? Я ничем не занимаюсь. Я ем что подряд. Я вот такая вот. Ну, вот бывает. И если человек этого не стесняется, стесняться надо уродства какого-нибудь. Если это какие-то зловонные язвы, то, наверное, их не надо всем показывать. Или у тебя горб, или там чего-то, да? А если это все красиво, извини, в Древней Греции там бегали, они там на гишон, на олимпиадах, и ничего, никто не жаловался. Хотя статуи все были одеты. И там, кто первый нарисовал эту Венеру, там забегали все смотреть. Эта же история, она известна. Но вот опять же, это все условности. Условности, конечно. Если бы было не принято показывать руки, ты представляешь, как бы... Я еще могу говорить. Ты стоишь перчатку, начинаешь медленно с ней, там все уже... Да-да-да. Вот это вот все. То есть мы договорились бы, что вот это... Можно назначить любое другое... Часть тела, да. Как бы, да. Хоть ухо, хоть что. Что угодно. Поэтому ухи тоже разные бывают. Условности. Не надо на этом сильно так концентрироваться. Некоторые ходят замотанную с ногу голову. Ну, как считаешь, вот эта нормальная тема, она рабочая? То есть, она, например, может быть, она работает на сексуальность? Ну, кто-то, да. Кто-то ходит на мастер-классы поглядеть на красивую женщину. А с другой стороны, где они еще выйдут? Человек прожил всю жизнь и ни разу не видел такое, что прям... Ну, почему нет? А если с другой стороны, ну, у женщины, у красивых особенно, эксгибиционизм нередкое явление, на самом деле. А почему вот... Мужики не стесняются там интеллектом блистать. Вот мы с тобой можем сесть там и начать упражняться в остроумии. А они вот могут показать вот это вот. У кого чего? Какие достижения? Почему мы не стесняемся? Ну, я часто тоже стесняюсь умничать, потому что могут, во-первых, дать по лицу, а во-вторых, ну, мало стало с кем... Мало кто оценит. Тонкое искусство оскорбления, оно утрачено, и даже вот в интернете пытаешься... Думаешь, ну, вот уж я тебя макнул. А он не понял. Ну, как это товарищ? Начали звать на помощь, говорит, посмотрите, ну, я же его размотал вообще, ну, как так-то? Кровь в кишке. Все такие, ну, да. А он ничего, он не понял этого. А вот с красотой, то она более доходчивая. Там все-таки животное какое-то... Остается что-то у людей. Там мужичок, там вот это все, там под корой что-то осталось миллионы лет. Он видит это красиво. Какие у него при этом в голове мысли, лучше и не знать. Ну, кого это волнует на самом деле? Вообще, у любой женщины в какой-то период времени, я считаю, есть потребность показать себя, вот насколько она хороша. И это совершенно естественно. И почему из этого делать что-то вот такое вот неприличное и так далее? Это христианская культура, мягко говоря. Спасибо большое. Да. Но выдумывали тут всякого. С мужской фотосъемкой Нью? Что у тебя? Приходила один раз девушка, которая пришла со своим мужиком. Или со своим мужиком. Я просто спартов не спрашиваю. Они были настолько хороша. Они сказали, а мы хотим парную съемку. Она его сама каким-то маслом намазала. Это было приватное, я это никуда не выкладывал, но я тоже любовался. Вот есть... Ну, есть люди перекачиваются, а есть люди просто проработаны. Это античный бог просто. Ну, бывает. И я понял, почему она его привела. Ну, черт возьми, тоже где-то надо этим похвастаться. Да, да, да. Вот они оба были настолько хороши, что просто... Ой. Отдельно мужиков, отдельно мужчин мне интереснее снимать портреты, потому что у людей взрослых на лице много чего интересного можно прочитать. Когда приходят мальчики 19 лет, говорят, я хочу себе портфолио. Я говорю, ну, вот идите вот туда или туда, куда-нибудь. А почему? Я говорю, я плохо сниму. Я вас не хочу, и вы мне неинтересны. Но я же не буду это говорить. Я просто говорю, я занят до 2048 года, до ноября. Расскажи о нейросетях вообще. Чувствуешь ли ты конкуренцию какую-то? Что они сейчас способны? Ты уже ведь и пробовал что-то с ними. Да, я игрался. Эканует время. Сильно. Ты мне рассказал, что тебя некоторые вещи прямо удивили. Как будто они залезают тебе в... Да. Да. Это говорит еще о том, что я, видимо, могу внятно объяснить, что хочу. Вот это вот ты говоришь, как ты говоришь, как встать, как повернуться. Когда ты себя тренируешь людьми управлять с помощью голосового аппарата на расстоянии, то ты тупому искусственному интеллекту можешь рассказать, что ты хочешь. Несколько раз меня это напугало, потому что думаешь, господи, ну так нельзя. Ну, уже вот большие лингвистические модели дошли до того, что они могут за тебя очень многое понять. Ну, если ты им внятно говоришь, если будешь мычать, ну, нарисуй мне бабу, ну, ногу, чтобы... Не, она, конечно, нарисует, ну, это будет страшненькое что-нибудь. А когда ты вот пытаешься более подробно, там вот такой вот контекст ему дать, он это проглотит, он может выдать очень хорошо. Я пользовался, когда у меня была подписка, сейчас я ее отменил, тупо жалко денег, и понимаешь, когда она капает, как бы хочет все время что-то делать, даже когда не надо, ну, типа, такси тикает, давайте по городу кататься. Когда я это делал, я делал мне как референсы, то есть я объясняю, что я хочу, оно мне нарисует, и мне потом проще это людям показать, сказать, давай вот такую, будем снимать. Вот это да, это хорошо. Фотошоп сейчас многие вещи. Я сотрудничаю с конторой, которая делает, с людьми, которые делают плагины для ретачинга. Я им свои фотографии давал, они на них учили этот искусственный интеллект. И сейчас, допустим, когда я открываю картинку, они мне, естественно, плагины подарили в качестве компенсации, я просто говорю, сделайте, мне хорошо. И вот эти все прыщики, вот если иногда она на первых версиях могла удалить пупок, но за этим надо следить. Все остальное, оно не перефотошопливает, оно именно так делает, как надо. То есть искусственная фактура, то есть естественная фактура все остается, а вот эти все прыщи, которые завтра все равно не будет, они все уходят. Был опыт интересный очень с одной иностранной конторой, которой нужна была девушка в качестве модели для их искусственного интеллекта, который, искусственный ассистент. Они им потом показали, что получилось, ну, обалдеть, конечно. Чего это такое? Ну, это в телефоне у тебя живая девушка, с которой можно разговаривать, такой чат-бук такой. А, они в качестве прототипа взяли? Да, они взяли в качестве прототипа, вот приезжал Ира, как раз один из ее приездов был вот на это вот. Мы ее снимали, по их референсу, после чего они мне прислали приложение, сказали, вот смотри. И там действительно, это Ира, и она там совершенно замечательная, то, чего мы не снимали, ну, там, очень хорошо, мне понравилось. И вот люди этим, такими вещами занимаются. А тупо думать, что она за тебя все сделает, но если она за тебя все сделает, зачем ты нужен? Да-да-да. Ну, на самом деле, сама она не сделает. Ну, как? У нее нет свободы воли. Это просто, ну, очень хорошие лопаты, и можно очень хорошо копать. Ну, кто копать-то будет? Даже тот же плагин, ему надо сказать, ему надо показать этот пупок, что его трогать не надо. И любой искусственный интеллект, вот если с лингвистическими моделями общался хоть раз, да, они ведут себя, как отличник на экзамене. Отличник не может же провалиться. Если он не знает, он будет выкручиваться до последнего, и все равно на четверку хотя бы наговорит, а потом пойдет пересдавать, если он больно. Так и тут. А они же иногда начинают просто фантазировать. Если ты уверенно спросишь, что, расскажи, за что получила вторую звезду героя, Алла Пугачева, он по вопросу поймет, что она, видимо, ее получила, и тебе расскажет, почему. Вот можете провести этот эксперимент, и там такое его несет. И проверяя, а кто проверять-то будет? Ну, как бы, мерило все это дело человек, да? Вот, соответственно. Спасибо тебе большое за хороший разговор. Спасибо. Пожалуйста. У нас в гостях был Илья Варивченко. Приходите к нам еще. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!